Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас депутатская программа, потому что в гостях у нас Александр Петрович Мурашкин, депутат сета депутатов городского округа Люберцы. Мне почему-то казалось, что мы общались совсем недавно, но прошло много времени, поэтому пришло время отчитаться о том, что происходит. Ну и, как всегда, когда мы общаемся с депутатами, мы узнаем что-то новое и интересное. Здравствуйте, Александр Петрович! Доброго здоровья, Николай! Всем телезрителям тоже желаю того же. Ну, мы находимся в преддверии лета. У многих людей начинают появляться такие предотпускные ощущения, что вот еще чуть-чуть поработать и в отпуск. А депутаты, они же, в общем-то, может быть, номинально имеют отпуск, потому что есть основная работа, но все равно она же продолжается, верно? Летом это особый какой-то сезон? Ну, работа депутата, она 24 на 7 по сути своей должна так выстроенной быть, и мы стараемся этому соответствовать, потому что если даже там депутат уходит на недолго в отпуск, есть помощники, и у нас, слава богу, на пятом округе таких много активных помощников, которые на себя взваливают эту ношу, ну... Но на время. На время. На время. Ну и всегда депутат все равно держит руку на пульсе, поэтому тут... Во всяком случае. Ну, сейчас, благодаря такой вот цифровизации, в общем-то, всегда можно понимать, что происходит. Да, я тоже иногда... Я же вот, ну, депутат уже давно, первый раз меня избрали в 1990 году, и анализирую, вот оглядываясь на то прошлое... Ну, по-разному было. По-разному было, но сегодня депутат, вот он настолько доступен в плане общения, потому что это и соцсети, и мобильный телефон, всегда люди могут обратиться, не обязательно даже дожидаться там, вот у нас раз в неделю прием, не обязательно его дожидаться, всегда можно прийти. Ну да, в 90-е годы... И найти своего депутата, и какие-то вопросы порешать таким образом. В 90-е годы все, как говорится, только начиналось, менялась как бы структура, и тогда, конечно, люди, наверняка, многие даже не знали, кто у них депутат, хотя выборы были, все, и выборы были довольно жесткие по тем временам. И, тем не менее, действительно, эта цифровизация помогает нам сегодня решать много проблем. Ну, а теперь переходим к ним. Вот за тот период, пока мы с вами не виделись, как выстроена работа, что нового, что интересного. Я бы вот сегодняшний такой разговор начал с интересного, возможно, и мало, с той темы. СВО, страна у нас, что там говорить, воюем. Поэтому, наверное, и начнем с этого. В чем здесь работа депутата сейчас? Вы знаете, и своим помощникам я это объяснил, и людям, с которыми я общаюсь. Ведь линия фронта, она не только там, на передовой. Линия фронта, она и здесь проходит, через нас, и у нас. И поэтому каждый должен какую-то тоже свою лепту в это великое дело победы вносить. Поэтому наша здесь главная задача – забота. Забота о семьях, которые наши бойцы, наши герои, земляки наши, семьи оставили здесь. И эти семьи требуют нашего внимания. И к ним относиться мы должны, как к членам своей семьи. А какую вы помощь сейчас им оказываете? Ну, мы же, допустим, дети где-то нуждаются. Мы знаем, что посещение тех же кружков. Дополнительное образование. Дополнительное образование. Надо тоже помочь, чтобы это действительно для них было бесплатным. Не только мы продекларировали это на словах, а чтобы действительно это на практике так было. Кого-то мы и в детский сад помогаем, чтобы это побыстрее очередь двинулась устроить. Ребенка, чтобы маму тут освободить. Она могла тоже пойти поработать. Ну, так как в любой семье, поверьте мне, и вот у нас они все, мы их знаем поименно, и приходим, и общаемся, и опять-таки на связи по телефонам. И не бросаем. Как вот в своей семье бытовая тема, так и здесь. У нас, еще раз говорю, это не громкие слова, это действительно наша большая одна семья. Ребята оттуда, когда есть возможность на связь, выходят, просят. Вот прям конкретно, допустим, вот в этом направлении поработать. Там кого-то на спортивную, опять-таки говорю, секцию вести. Недавно велосипед там, семью купили на день рождения. Ну что, ну пусть знают, сказали, что от папки. Ну, это же очень дорогого стоит. Ну, что папка, вот он здесь. Помнят и знают, и да, и знают, что хочет. Ну, даже так вот, ну вот такие вот. От души, конечно же, это все. Потому что дети, ты их не обманешь, они же это все тоже понимают. Они как лаком у своей бумажки сразу проявляются. Ну и, естественно, гуманитарная помощь, которую вот собираем у нас на базе детской библиотеки в микрорайоне высшая школа. Организован пункт сбора, и люди приходят, люди несут. Я-то, по сути, такой еще и сентиментальный бывает человек частенько. Бабушки. Тут я посмотрел, одни приходят, и я заметил это для себя, что это раз в месяц у них такой поход. Потом меня осенило. А-а-а, это они пенсию получают, и она идет, покупает там носки, сигареты, ну, вот такие вещи, и несет сюда это вот сынкам, передайте, пожалуйста. И что я хочу сказать, мы же тоже то, что вот это собираем, у нас непосредственно из рук в руки, что называется, и ребята ездят на передовую, и ребята-то всех такие вот тоже прониклись, что дело-то очень важное, и везут туда, у всех тоже много историй, иногда поедут на своем автомобиле и попадут в тумане на позиции вражьи, скажем так, вот удирают оттуда, ну, приезжают, вот рассказывают, но, слава богу, все обходится. Те бойцы, которые, ну, там, по ранению, вот сейчас вернулись сюда, и они при фонде защитник отечества тоже ведут вот эту большую работу, также выезжают на передовые, иногда сами не доедают, потому что поехали в одну сторону, а там военная полиция не пропустила, приходится вдоль линии соприкосновения перебираться в другие районы, и тут и деньги кончились, и провизия кончилась, но все равно ребята опять проявляют, вот это вот мужество, доставляют, чтобы вот из рук в руки, что называется. Помощники наши ездили, ребята тоже на позиции, где дислоцированы наши бойцы, доставляли непосредственно туда эту помощь нашим мальчишкам. Ну, мальчишки их как назвать? Это мужи. Можно многие слова тут употреблять, сказать, что вот это патриотизм, героизм. Я бы, наверное, проще все сказал. Не испугались, пошли, не стали там отмазываться, бегать, и достойно исполняют вот этот долг свой и ценой жизни, здоровья своего. Они там молодцы, и я им признателен и благодарен, потому что то, что они делают, конечно, дорогого стоит. Именно каждого из них мы знаем, мы всегда перед этими ребятами, конечно, в долгу не оплачены, не оплачены, потому что вот смотришь, ну, здесь у нас все хорошо, птички поют, мы там, извините, какие-то вопросы бытовые здесь решаем, а иногда не задумываются. Война идет, ребята, вы о чем? Война! В эти минуты вот даже мы с вами сидим здесь, а там люди. Там люди под разрывами, под свистом пуль, под коптерами. Они рискуют каждый день. И вот все, что здесь, это мелочь в сравнении с тем, что испытывают там наши бойцы. И это мы должны понимать. И это мы должны понимать. Лишь для того, чтобы действительно выиграть эту войну. И мы вот здесь все. А таких много. Я вот смотрю, ведь перед каждым предприятием есть там подшефные части. А наши вот люберчане, казалось бы, обычные люди, но они тоже соучастны вот к этой большой-большой победе, а другого и быть не должно. Потому что сегодня это действительно поставлена архиважная задача – победить. Либо не будет России, и не будет будущего для наших детей, для наших внуков. На кону большая цена. Поэтому понять это надо. И, соответственно, жизнь свою сегодня устраивать таким образом, чтобы ты полезен был вот в этом большом и благом деле. Чтобы потом тебе мучительно больно не было. А я-то чего? А где я-то был? Нет. Надо быть здесь, рядом, объединиться, сплотиться и вперед. В принципе, люберчане это демонстрируют. И эти общественные организации, и фонды, которые существуют, и люди разного возраста. Потому что смотришь, и вот он мелкий из детского сада, начиная, и он и то уже там задумывается об этом, выводит эти рисунки для бойцов, СВО. А ребята, когда их читают, несмотря на то, что это ребята мужественные, и вот эти вот письма все равно на слезу их 100% пробирают. Люди старшего поколения, посмотришь, вот они там сети плетут, свечи там окопные делают. А они нужны. Конечно, если там в тылу человек там где-то находится, зачем они? А на передовой без них никуда. И они очень помогают. Депутатский корпус, технику везут, тоже туда стараются. Вот сейчас вот ребята приходили, резина, колеса нужны. Пожалуйста. Ну, молодцы. Я вот так смотрю, вот я чувствую это единение. Я низко преклоняюсь перед всеми нашими люберчанами, которые вот так вот самоотверженно, даже здесь находясь в тылу, но ощущают свою эту значимость. И они ее реализуют вот в таких делах. Поэтому еще раз линия фронта, она проходит здесь, через каждого из нас. И даже через наши квартиры. Она там. Ну, я думаю, что, наверное, все депутаты сейчас этим занимаются. Выработана какая-то общая программа. Вы как-то друг с другом сейчас, наверное, поддерживаете. Мы всегда поддерживаем эти отношения. А как так? Мы знаем, мы совещаемся, мы все время тоже предпринимаем меры, под контролем держим. И еще раз говорю, благодарны всем, кто откликается вот на наши... А таких много. Вот у меня даже домой, почему я говорю, через дом проходит эта линия обороны. Потому что вот соседи даже придут, и все время чем-то может помочь, куда-то надо, Петрович, ты скажи, ты направь. То есть и дома идет это обсуждение. В общем, как говорится, да. Все мы. Всем миром, как говорят. Всем миром. Да, да, да. Ну что ж, сделаем сейчас небольшую паузу. Во второй части поговорим. Уже вернемся на мирные рельсы. Поговорим, с чем сейчас живет в бытовом плане. Какие еще к вам обращения, что удалось сделать, какие планы стоят перед вами, как депутатом. Ну и все эти вопросы мы адресуем нашему гостю Александру Петровичу Мурашкину после небольшой паузы. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, а в гостях у нас Александр Петрович Мурашкин, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы. Какие сейчас главные, что ли, вопросы, с чем приходят к вам люди? Или они традиционные, особо не меняются? Я понял, Николай, вот как раз тот самый случай. Первая часть, что вы сказали, «А теперь ощути разницу наших житейских проблем». Вот совсем недавно пришли мы с хлебозаводского тупика на встрече с жителями. А там вопрос поставить лавочку у подъезда или убрать лавочку у подъезда. А нельзя самим это решать без депутата? Видите как? Нет. К сожалению, уже до такого вот мы иногда доходим. Но там, видимо, вопрос стоит, что кто-то боится, что на лавочке будут сидеть? Я все понимаю. Я разделяю точку старшего поколения, когда вот эти бабушки, им посидеть бы здесь возле дома. Но тут же выходят молодые люди, говорят, не в какую, потому что вот здесь, на этой лавочке, сейчас сразу появятся асоциальные личности, алкоголь и прочее. алкоголь и все такое прочее. И вот это уже длится конкретно, если за этот адрес, а это, я так понимаю, типично для наших всех дворов в городе Люберцы. И никак не можем эту тему решить. Я уже для себя решил, так, пока не там... Ну тут надо, конечно... По закону как? По закону так. Как говорит Сергей Николаевич Черкашин, тоже мой коллега, депутат, 50% плюс 1 голос, и мы тогда решаем этот вопрос. Ну вот Мария Фомичева сказала, что там есть какие-то иные тоже поправки в закон, что там значительно больше процентов. Ну вот дали им такое задание, что давайте собирайте подписи, поступим по закону. Но я все к тому. Вот представляете, что в одном подъезде и вот столько разных мнений у соседей... А если бы в вашем подъезде ставили бы лавочку в ВСА? У меня она стоит. У меня она стоит, и у нас каждый может выйти посидеть, слава богу. А социальных личностей нет? Ну не было, если только я подойду. А так нет, там порядок у нас, слава богу. Поэтому... То есть я вот тогда, давайте так, это такой важный вопрос, вы сейчас поднимаете, что лавочка, лавочка, а есть вопросы более серьезные. С одной стороны, люди, ну как бы, интересуются, то есть идет какая-то дискуссия, дискуссии бывают разные, но мы прекрасно понимаем, что жители имеют свою точку зрения. Вот как здесь быть? Еще раз говорю, точка зрения, она у человека должна быть. И я вот, не всегда она, допустим, с моею совпадает. Но я как вырабатываюсь? Я же вот ножками хожу по району, я знаю, о чем говорят люди. И я это тоже впитываю. И вот опять-таки, я сегодня на телевидении у вас для того, чтобы рассказать, что я услышал от своих земляков. И я это здесь сейчас говорю, возвращаясь к этой лавочке. Это я слышал, это я знаю, поэтому я вам говорю, для того, чтобы вы отсюда мне не сказали, Петрович, ну мы же тебе вот так говорили, а ты там совсем по-другому говоришь. Но смысл-то про эту лавочку. Я к тому, что найти не можем консенсусы даже среди соседей, но такого не было. Это какой-то Фалтыков-Щедрин. Ну это честное слово. Ребята, давайте как-то договариваться, потому что и мнение стариков надо всегда учитывать, они у нас в почете. Но и мнение, конечно, тех, кто говорит о спокойствии и тишине во дворе, тоже надо как-то к нему прислушиваться. Но поступим в данную ситуацию, естественно, по закону. Кто больше сейчас соберет из собственников, проголосует, так и поступим. Но для себя лично, опять-таки, в виде этих стариков, я приобрету вот такие раскладные стульчики и принесу им, пусть они их хранят в подъезде, чтобы посидели, ушли. Но по-другому я или поступить не могу. Пока мы там вот этот опрос, голосование за лавочку проводить будем, бедные люди, сколько времени пройдет. Ну вот, я знаю, что вы очень много встречаетесь и проводите, ну скажем так, встреч непосредственно с людьми. То есть, не только тот вариант, когда к депутату приходят люди, а скорее, когда к депутату приходят к людям. С чем еще обращаются? То есть, насколько сегодня активны люди? Активны, слава богу, как никогда. Да, Люберецким, многие позавидовали такой активности граждан. И то, что вот связь с властью есть на сегодняшний день. Ну вот тоже тема, она актуальна для нашего города, эти самокатеры, которые сегодня растут как грибы. Да, городу мотаются, вот эти самокаты стоят там, где потом люди не пройти не могут, ни с колясками проехать. Иногда на проезжей части стоят, да? В частности, у нас Южная-28, сейчас там у магазина, у Пятерочки устроили вот эту стоянку не пройти, не подойти, что называется. У Дикси, вот здесь тоже на колораж жительница очень активно за эту тему бьется, я и пообещал, что мы встретимся в ближайшее время прямо там на точке и курирующего зама возьмем по тому округу Андрея Николаевича Сырова пригласим тоже как-то тему надо как-то решать однозначно. А как, если ее даже в Москве не могут решать? Либо запретить, Нет, я со стоянками имею в виду, со стоянками, хотя бы вот с этого, с малого начать. По идее, стоянки должны быть прописаны у них. Прописаны, потому что если мы ее там у входа где-то в магазин ставим, заняли всю эту площадь, там ни машине не подъехать, потому что все это в самокатах. Я вот, с чего-то надо начать, потому что на это надо, люди очень на это реагируют. И я вот с этой точкой зрения. Так, еще какие темы? Ну, эти темы, как правило, мы же их получаем, я говорю, и при личных естественных встречах, и когда к тебе приходят люди, скажем так, на прием. Вот из недавнего приема, Южная 5, поставили хоккейную коробку, причем, правильно сказать, многофункциональная, там и хоккей, и футбол, в зависимости от времени года. Да, и баскетбол, она такая многофункциональная. Вот, там тоже есть недоделки сегодня, надо с ОКБ нам обязательно тоже с сотрудниками встретиться, и вот на то, что обращают внимание жители, обязательно до ума довести. Опять-таки, Южная 28, площадка для выгула собак, мы туда до сих пор не завели освещение. А зимой и в темное время суток выходит дело уже пользоваться ею невозможно. То есть собачки гуляют там, где вроде как нельзя гулять. Ну да, то есть очень много таких вот житейских, это такая дворовые территории мы это называем все, придворовые. Ну а что нам, вот людям надо, это же, ну прежде всего, вот я выхожу в подъезд, я хочу, чтобы здесь было чисто, чтобы уборщица приходила, вовремя это все убирала. Я вышел во двор, я хочу, чтобы здесь тоже было красиво. Вот опять-таки лавочка стояла. Посидел на лавочке, пошел дальше. Да, на цветочке полюбовался. Вот, потому что это мое, это вот то, что меня окружает сразу, как я только начинаю этому дню радоваться. Хорошо, а социальные еще проблемы, вот медицинские, опять же, когда люди приходят с какими-то личными проблемами, что-то устроят. Я не говорю про деньги, мы уже говорили много раз, что, к сожалению, деньги начинаются и то, не самые большие на уровне областных депутатов, но тем не менее, социальные вопросы, там опять же, устроить ребенка в школу, в детский сад или что-то по медицинской части. Я бы даже вот сейчас не стал на этом останавливаться, потому что святое, святое и постоянно эти вопросы возникают, но они решаются тоже мгновенно, потому что выстроенная связь, естественно, с образованием, какие там, если же были трудности, мы стараемся их решать и, естественно, помогать. Ну, я даже со стопроцентной уверенностью говорю, все, кто с этим обращается к депутатам, вопросы решаются, потому что... Или, по крайней мере, под контролем, а потом решаются. в любом случае. Еще ни один не ушел и не сказал, что депутат не помог с детским садом. Все помогает, все решается и управление по образованию на эти темы быстро реагирует. Даже до такой степени комфорта у нас уже доходит, что вот я сейчас переехал вот в этот соседний дом и мне было бы удобно вот в этот детский садик. Не тот, что справа, а тот, что слева. Да, вот даже такие уже вопросы возникают и на них тоже реагируем. Хорошо. И обязательно. возвращаясь, потихонечку идем к финалу, возвращаясь к началу нашей программы, что впереди летний сезон, тем не менее, работа продолжается у депутата. Какие планы, какие, может быть, есть довольно сложные вопросы, которые, ну, решаются уже на уровне, может быть, областных депутатов, Госдумы, но и, собственно говоря, с администрацией. Какие творческие, как говорят, депутатские планы на ближайшее время? Что можно сделать? прямо вот уж совсем такое, если мы туда не пойдем, сейчас вопросы высокие. Пойдем вот так, по горизонтали. Вот 5 числа хотим провести праздник День соседа у нас во дворе. Посмотреть в глаза соседа. Да, посмотреть в глаза друг другу и еще раз сказать, что мы любим друг друга, что мы любим наш город, мы гордимся им, что этим званием великим мы люберчане, а это так, вот я вот про себя, да, в частности, и таких много. И соберемся на улице Космонавтов, Березовой Рощи, 18.00, и такая тоже идея, чтобы не просто поплясать там, порадоваться детям, взрослым праздник подарить, а чтобы еще и по теме было. Мы приглашаем администрацию, чтобы она еще и прием граждан там провела. Вот такая, такая выездная, вот такая, да, выездная администрация, если хотите, очень хорошая тема. Вот сейчас тоже надо тему по, проспекту Победы, там установка шлагбаумов во дворе, это тоже тема горячая, но она уже вот близка к финалу, уже в четверг будет там выездное заседание межведомственной комиссии, и я так думаю, люди вот тихо-тихо, но подошли уже к финалу, и она будет в пользу, естественно, жителей решена эта тема. Обо всем можно договориться, и своего добиться, но надо жить вот именно в таком, вот понимаете, плане, идти на диалог, на диалог идти с властью, а она открыта, я за свои слова отвечаю, и всегда можно, если это действительно мнение большинства, это мнение, оно всегда продвинется вперед, и мы всегда добьемся своего, если это направлено, естественно, во благо наших людей. На жизнь надо смотреть с позитивом. А кто, кстати, раньше успевает, депутаты или власти, или это как-то по очереди происходит? Куда успевает? Ну вот какая-то проблема. Ну вы знаете, иногда... Идут к депутатам, смотря куда он обратился, пошел в администрацию, естественно, администрация тоже отрабатывает его вопросы. Если даже там присутствуют какие-то отписки, ну уже мы тут со своей стороны там к совести взываем. И все работает. Все работает, безусловно. То есть консенсус все равно присутствует? Конечно, вот эти две ветви власти, которые у нас существуют, исполнительная, представительная власть, правильная система, она работает и балансирует. Как вы говорите? И на то же время жители, вот я еще говорю, активные, на то она, как я частенько говорю, ищу-ка в пруду, чтобы карась не дремал. Всегда не дадут, все время держат нас в этом плане в тонусе, чтобы мы могли реагировать на эти темы. Ну что ж, тогда нам остается пожелать и жителям, и администрации, и депутатскому корпусу держать друг друга в тонусе, тогда будет общая. Быть здоровыми, чтобы у всех был мир на этой земле, и обо всем договоримся. Приходите на приемы, встречаемся. Я люблю всех, и надеюсь, что у нас потихонечку, потихонечку все получится. Депутация, это депутатов городского круголюберца. Александр Петрович Мурашкин был гостем нашей программы. Всего вам доброго. Ну, а это была программа «Открытый диалог». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова